В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. В начале коротко о главном. Цены на бензин растут, растут и возмущения автовладельцев. Что повлияло на изменение ценников на таблоидах АЗС, смотрите через минуту. Собака не всегда друг человека. По факту нападения бродячих животных на мальчика из Махачкалы возбуждено уголовное дело. Твой платок, твое украшение. В столице Дагестана прошла акция, где махачкалинкам и гостям города предложили примерить на себя головной убор мусульманки. Жигули, москвичи, уазы и волги. В Махачкале на площадке исторического парка прошел съезд ретроавтомобилей. Дагестан вошел в список регионов России с самым дорогим бензином. Анализ был проведен исследовательским агентством «Промрейтинг» на основе данных Росстата. Так, в республике намечен рост цен на автомобильное топливо почти на 8%. С чем связан такой большой скачок, наши корреспонденты поинтересовались у экспертов. Цены растут, с ними и возмущение людей. Практически ежедневно автовладельцы сталкиваются с изменением цифр на таблоидах автозаправочных станций. По их словам, буквально за несколько дней стоимость всех видов топлива повысилась на 3, а то и на 5 рублей. «Хотелось бы, чтобы хотя бы меньше 20 было. А так 26, 28, тем более бензин 55. У нас в регионе это слишком дорого». «Вопросы, наверное, в правительстве. Им надо задавать этот вопрос, почему повысилась. Не одна зависит». «Ну, плохо то, что подняли цены. Другого ответа у меня нет». «А как вы думаете, почему?» «Санкции, наверное. Другого выбора нет». «Ну, конечно, заметил. Каждый день, как на дрожжах, растут цены. В связи с чем это связано, я не знаю». «Водителям, которые ездят, конечно, каждый раз хотя бы рубль, 2 рубля было бы, а так резко каждый месяц растут цены. Ну, я не знаю, как дальше. Простые рабочие люди – это по карману очень хорошо делать». «Себестоимость не поднялась, а цены повысили». По мнению руководителя Ассоциации АЗС Дагестана, причина повышения цен на топливо кроется именно в увеличении ее себестоимости. По словам Юсупа Чарабураева, рыночная стоимость бензина достигла своего исторического рекорда. «Заказчики из Дагестана покупают его через биржу, и сюда он доставляется по высоким ценам. Допустим, на 95-й бензин тонна стоит сегодня 73 тысячи рублей. В зависимости от сезона мы умножаем это на 0,760. Сейчас эту цифру получается где-то 56 рублей за 1 литр 95-го бензина. И, как мы видим, сегодня он продается за 59-60, практически без надбавленной стоимости. Учитывая издержки, учитывая расходы, налоги, там ничего не остается, работа идет заправщиков в ноль». Параллельно повышению цен на топливном рынке наблюдается и дефицит некоторых марок бензина. На это у экспертов тоже есть свое объяснение. «В этом году это стало из-за демпфера. Демпфер – это как бы такая субсидия помощи от государства при продажах бензина. То есть государство помогает продавцам и добавляет от себя сумму энную. И в этом году понизилась цена до 100 миллиардов. Раньше это было 400, теперь это 100 миллиардов. Поэтому из-за того, что помощь стала намного меньше от государства, так скажем, и продают товар уже за границу. Он уходит через Новороссийску уже за границу. Из-за этого как бы стал дефицит – одна из проблем. Дальше это СВО, вагоны отправляются на СВО, поэтому в Южные республики доставляется очень долго. Они простаивают». Напомним, что ранее глава Дагестана инициировал проверки АЗС на предмет сговоров ценообразований. Антимонопольная служба нарушений не выявила. А об итогах прокурорской проверки пока ничего не известно. Камила Мехтиханова, Магомед Магомедов, ННТ Махачкала. Уголовное дело о халатности возбуждено по факту нападения стаи собак на мальчика. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль. Инцидент произошел накануне на берегу моря в поселке Редукторный. Чтобы спастись от агрессивных животных, ребенку пришлось зайти в воду. Теперь люди обеспокоены и просят местные власти решить проблему. Тамара Самедова продолжит тему. Восьмилетний имам чудом оделся лишь царапинами и ссадинами. На кадрах видно, как мальчик пытается спастись от стаи бродячих собак. Повезло, что море было рядом. Мама пострадавшего ребенка до сих пор с трудом подбирает слова. Считает, что ее мальчику крупно повезло. Но это не значит, что везти будет всем. Она просит власти обратить внимание на проблему, пока не случилась трагедия. Состояние ребенка удовлетворительное. Врачи говорят, скоро пойдет на поправку. В момент поступления ребенка появился в состоянии сильного стресса. Имеются множественные укушенные раны, кисти, коленных суставов, ягодицы. Но, к счастью, раны сами бассейны очень тяжелые. Выполнена вся необходимая хирургическая обработка. Ребенок получает вакцинатор бешенства. В данный момент состояние ребенка удовлетворительное. Не имеется никакого риска для здоровья ребенка. Планируется в ближайшие дни получение состояния выписать его на домашнее лечение. Местные жители теперь беспокоятся за безопасность своих детей. Покусанных, говорят они, единицы, но напуганных десятки. Случаев нападения уличных собак на жителей Дагестана немного, но достаточно для того, чтобы начались волнения, отмечают обеспокоенные родители. Убрать надо собак из общественных мест. Чтобы они не кусали, не лаяли, не пугали детей, взрослых. Ситуация с бродячими собаками, к сожалению, это не единичный случай у нас в республике. Я считаю, что решение вопроса лежит полностью на власти. У них есть инструменты, которые позволят защитить наших детей и нас самих от бродячих собак. Мы, как граждане, к сожалению, можем выразить только протест в данной ситуации. Очень жаль мальчика, который оказался в такой сложной ситуации. Я думаю, что если бездомные собаки гуляют и агрессивного характера, то я думаю, что нужно какие-то меры уже предпринимать. И каждый раз мы говорим и задают вопрос, но никакого толка нет абсолютно. Собаки, если есть в городе, за них кто-то должен отвечать. Здесь тоже в стаи ходят штук 8 собак. Как сообщает Пресс-служба комитета по ветеринарии Дагестана, после инцидента на побережье редукторного поселка начался отлов бродячих четвероногих. Специалисты вывезли 13 безнадзорных собак. Их будут проверять на бешенство. Патима Тханапова, Тамара Самитова, Шамиль Хирея Сулаев. Новости ННТ. Махачкала. Махачкалинкам и гостям столицы предложили взглянуть на себя в хиджабе. Мастер по завязыванию платков профессионально надела головной убор на представительниц прекрасного пола. Подробнее об акции расскажет Лариана Шамхалаева. Акция «Твой платок. Твое украшение» сегодня проходит у нас на территории центральной джима мечети. И сначала я сама примерю на себя этот головной убор, а затем попрошу других девушек взглянуть на себя в новом обличии. Итак, начнем. Часто от представительниц прекрасного пола можно услышать слова, что платок ей не идет. Однако аксессуар, умело повязанный профессионалом, учитывая форму лица и даже его цвет, не может не подойти, уверяет платочная фея Асиат Рабаданова. Я часто принимаю участие в подобных акциях и занимаюсь вообще завязанием головных уборов на протяжении 8-9 лет. И моя задача показать девушкам то, что каждой, абсолютно каждой девушке подходит хиджаб. Просто нужно уметь правильно его завязать, подобрать цвет, подобрать фактуру ткани. И тогда я считаю, что каждая девушка подберет свой правильный красивый хиджаб, в котором она будет себя чувствовать красиво и комфортно. У нас акция «Твой платок, твое украшение». Мы сначала примеряем на девушек, и затем они смотрят, идет он им или нет, и мы вам его подарим. Вы согласны принять участие? Да, конечно. Отлично, супер. Гости из Приморского края – Соня, Елена и Мария – с радостью приняли участие в акции. Они впервые примерили платок и остались довольны новым образом. Мне очень нравится, как эта девушка. Я ими утром восхищаюсь. Шикарно. Мне очень нравится ваша культура. Я, когда побыла в мечети, мне стало очень легко на душе. Это прям как-то такие эмоции незабываемые именно у вас в Тагестане. Ну, необычно, непривычно. Вы первый раз примерили такой головной убор? Конечно, первый раз. Мы вообще с вашей культурой первый раз столкнулись. Он придает женственность какую-то вот такую вот. Ай, ничего себе! Мне кажется, он не идет. Красиво. Красиво вам нравится? Как думаете, в будущем в вашем гардеробе будет платок? Хотя бы не как хиджаб, а просто вот накинуть на голову? Да, конечно. Акция не обошла стороной и коренных махачкалинок. Очень непривычно, очень жарко. Ну, я думаю, что большинство моих родственников были бы рады меня так увидеть. Периодически, конечно, мы одеваем платок. Вот в горы, на похороны, не дайлах, конечно. Ой, я уже волнуюсь. Ну, такой яркий головной убор. Вот как думаете, будет теперь в вашем гардеробе? Ну да, я же его забираю с собой. Прямо сейчас на ваших глазах девушки уходили с улыбкой. Я считаю, что акция удалась, и, возможно, в будущем платок станет предметом постоянного их гардероба. Каждой участнице мы подарили платок, который она выбрала, а значит и новый образ. Все девушки признались, что традиционный женский атрибут исламской одежды их только украсил. И если теперь они захотят вновь надеть его уже в повседневной жизни, им потребуется всего лишь от пяти до семи минут перед зеркалом и буквально четыре иголочки. Лариана Шемхалаева, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Жигули, москвичи, УАЗы и Волги. В Махачкале прошел съезд ретроавтомобилей. На площадке исторического парка были выставлены более 25 ярких представителей советского автопрома. Не оставили они равнодушными не только тех, у кого ностальгия по временам ушедшим, но и молодое поколение. Дети с удовольствием сидели в салоне, рулили и сигналили. Для посетителей также были организованы угощения. Каждый желающий мог присесть и выпить чай из самовара. Как отмечают участники съезда, из года в год мероприятие собирает все больше гостей, а привлекает их то, что у каждого автомобиля есть своя интересная история. Это «Москвич 412-я модель». Он 1979 года выпуска. В родной краске. Машина 25 лет стояла в гараже. Почему не захотел «Мерседес»? Я просто любовь с первого взгляда. Я ее увидел у дедули в гараже. Она стояла столько времени. На ней был такой слой пыли. Она мне просто понравилась. Я захотел ее купить вообще. И по сей день ежедневно в использовании езжу на ней. Машина полностью в оригинале. С 1979 года все отлично заводится и едет. Часто предлагают продать мой автомобиль. Предлагают разные энную суммы. Я говорю, что мне эта машина нравится, я ее не продаю. Ну, предлагают обменяться на что-нибудь другое, более новее образца, то есть на «Жигули» или на какой-то другой автомобиль. Мне нравится эта машина, я не хочу ее менять. Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди посетил собрание богословов в селении Кудутль Гергебельского района, которое было посвящено памяти выдающегося ученого Мусалава. Мусалав из Кудутля жил в Дагестане несколько столетий назад, был известным всему исламскому миру ученым. Учился и преподавал как в Дагестане, так и в странах арабского мира. Последние годы своей жизни работал в городе Алеппо, Сирии, где скончался и был похоронен. Я не удивляюсь тому, что такой видный алим, как Мусалав, и многие другие алимы являются выходцами из этого селения. Вы люди, которых Всевышний уберег от плохого. На сегодняшний день у вас очень сплоченный, спокойный и очень дружный джамад, где младшие уважительно относятся к старшим. Это результат проявления в свое время этики и почтения к имаму Шамилю. Добрые дела предков отражаются на потомках. Я уверен, что барракат, который присутствует в этом селе, связан с тем, что ваши предки оказали в те трудные времена помощь и поддержку великому имаму. Иначе Аллах не дал бы вам такого имама, как Мухаммад Хаджи, так и Гудинов. Это все барракат ваших предков. Мы должны благодарить Всевышнего за это. Пусть Всевышний примет этот мажорец, пусть Всевышний сделает так, чтобы обрадовались души людей, которые молились в этой мечети со дня ее строительства. А накануне прошел автопробег, помня свою историю в память о великом ученом Мухаммаде Яракском. Стартовал он в городе Дагестанские огни, а завершился в селении Сагратль, Мунипского района, где и похоронен выдающийся шейх. У могилы богослова Коран прочитал его потомок Хасан Гамидов, который в этом году занял первое место в республиканском конкурсе среди хафизов. Автопробег в память о Мухаммаде Яракском является ежегодным мероприятием, которое собирает сотни верующих. Мероприятие было организовано по инициативе Муфтият Республики. Место на самом деле историческое, скажу символическое, место объединения горцев. Как мы знаем, и при битве с Надиршахом, здесь объединенные силы горцев разбили на голову Надиршаха. Под Сагратлем это происходило. И в дальнейшем на самом деле шейх Мухаммаду Яраке последние годы, последние дни своей жизни прожил в уважении, в почете именно в этом селе. Он, будучи представителем лезгинского народа, прожил последние дни в своей аварском селе Сагратль, где его любили, ценили как своего, берегли его. И он очень бережно, с любовью относился к этому народу. Это для нас пример для следующих поколений. Тот пример, который оставили наши праведные предки, среди которых такие люди, как Мухаммаду Яраке, Имам Шамиль. Это прекрасное наследство, которое они оставили. Мы продолжаем этот путь. И сегодня мы видим здесь народы Дагестана, независимо от национальности. Все здесь собрались, огромное количество. Как можно сказать, акумулятор как заряжается, как энергию набирает. Мы такую энергию набрали на сегодняшний день. Хочу поблагодарить всех, от муфтиятов, от организаторов, вот этих всех людей, вот таких мажнейших побольше, чтобы собирать людей, чтобы ислам поднимать, довести до каждого. Это очень хорошее, благодатное мероприятие. И о спорте. Боксер Джамбулат Бижамов стал трехкратным чемпионом России. Главные внутренние соревнования этого сезона проходили в Хабаровске. Воспитанник дагестанской школы бокса стал лучшим в весе до 80 килограмм. В решающем поединке турнира он одолел Дмитрия Карманова из Хабаровского края. Всего на пути к золотой медали Бижамов одержал пять побед. Также награду высшей пробы и чемпионата страны завоевал дагестанец Рамазан Ханапиев. Серебряные медали у Расула Салиева и Тимура Гамзатова. Победители соревнований получили солидные призовые по полтора миллиона рублей. И еще одна позитивная новость из мира бокса. Муслим Гаджи Магомедов взял реванш у титулованного кубинца Хулио Лакруса. Поединок состоялся в подмосковном Серпухове на профессиональном турнире «Ночь чемпионов». До этого спортсмены дважды встречались в любительском боксе. И оба раза Гаджи Магомедов уступал своему сопернику, в том числе в финале Олимпиады в Токио. Бой продлился пять раундов и судьи единогласно признали победителем Муслима Гаджи Магомедова. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин